В эфире ежедневный выпуск информационной программы День города в студии Оксаны Тебенихина. Здравствуйте! Рабочий четверг подошел к завершению и мы готовы рассказать зрителям о событиях, произошедших сегодня в Рязани. Небольшой анонс этого выпуска. В городе проходят мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. В школах организуются открытые уроки и презентации, посвященные этому празднику. Рязанские библиотекари научат мигрантов русскому языку в рамках метапроекта «Библиотека-центр общения». Двоих рязанцев подозревают в выдаче ложных показаний по делу об убийстве 19-летнего студента Александра Дудина. Об этом сообщается на сайте регионального следственного комитета. По данным следствия, в советском районном суде города Рязани на протяжении последних двух лет рассматривалось уголовное дело по обвинению местного жителя в хулиганстве и убийстве из хулиганских убуждений 19-летнего студента, который он совершил в 2012 году. В ходе судебных заседаний в качестве свидетелей были допрошены два молодых человека. Оба свидетеля с целью оказания помощи своему знакомому избежать уголовной ответственности за совершенное преступление дали суду заведомо ложные показания о непричастности подсудимого, конкриминируемый ему деянием. Однако им не удалось ввести суд в заблуждение относительно действительных обстоятельств дела. 20 августа 2015 года суд вынес общему знакомому молодых людей обвинительный приговор. Теперь после вступления его в законную силу ребята 95 и 96 годов рождения стали фигурантами уголовных дел с задачей заведомо ложных показаний. Сменим тему. Сегодня в зале торжественных приемов регионального правительства прошла церемония вручения именных стипендий губернатора Рязанской области курсантам образовательных организаций, реализующих программы высшего образования в области обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка на 2016 год. Марина Комиссарова расскажет обо всем подробнее. В нашем регионе всегда с особым уважением относились к военнослужащим. Традиции служения Родине на Рязанской земле передаются из поколения в поколение. Существуют целые военные династии, которые символизируют верность молодого поколения защитников Отечества, воинским заветам отцов и дедов. Именная стипендия губернатора присуждается слушателям и курсантам рязанских военных вузов в преддверии Дня Защитника Отечества, чтобы подчеркнуть особое внимание к тем, кто выбрал непростой путь служения Родине. Наша церемония проходит на камеру Дня Защитника Отечества. И я хочу поздравить в первую очередь вас с этим праздником, пожелать успеху учебу и службу. Сегодня вы, русанты, одни из лучших вузов в Рязанской области и России в целом. Вы будущие офицеры, и именно вам предстоит отставить интерес в наше государство, защищать его границы, укреплять мощь Россия, сохранять правопорядок в обществе. Каждая из вас уже достиг отличного успеха в учебе, в боевой подготовке, в качестве высоких результатов в научно-общественной деятельности, в спорте. Награды получили представители Рязанского высшего военного командного десантного училища имени Маргелова, Академии ВСИН России, Рязанского филиала Московского университета МВД имени Кикотя. Я хочу пожелать всем в этот день счастья, здоровья и чтобы они были спокойны, так как защита есть. Именные стипендии губернаторы Рязанской области присуждаются один раз за все время обучения. Ежегодно 15 курсантов и слушателей получают денежное поощрение за отличные успехи в учебной и боевой подготовке, высокие результаты в научно-исследовательской, инновационной деятельности, активное участие в военно-патриотической работе. В Рязанской школе номер 40 состоялась презентация книги, автором которой является Алексей Стефанов, подполковник пограничных войск ФСБ в отставке. Книга рассказывает о героях, погибших при исполнении долга в локальных войнах. Автор пообщался с учениками школы, которые, кстати, уже успели познакомиться с работами писателя. Стоит отметить, что в 40-й школе есть памятная доска, посвященная ее ученику, одному из героев представленной книги. Анна Герцовская побывала на презентации. В библиотеке школы собрались ученики старших классов. Они с вниманием слушали гостя, который поведал ребятам свою историю службы, презентовал и подарил школе свою новую книгу. И вот подготовил эту книгу «Пограничные права России. История возникновения и развития». 974 страницы этой книги. С фотографиями, иллюстрациями. В том числе здесь и рядовой Хлевтов Юрий Николаевич. Юрий Хлевтов, один из героев книги Алексея Стефанова, учился в 40-й школе до 8-го класса. За дальнейшим образованием он отправился в ПТУ, а затем уже в армию, в пограничные войска в Афганистан. Юрий Хлевтов погиб при исполнении боевой задачи. Ему было 19 лет. Он посмертно награжден орденом Красной Звезды. Судьбу многих из таких героев Алексей Стефанов не только описал в книгах, но и облег стихотворную форму. «Так погиб Боин с Рязани и молодые парни с разных областей, сражавшиеся на далекой заставе ради сегодняшних счастливых дней». Ученики школы, затаив дыхание, слушали стихи Алексея Стефанова. А сам он считает, что просто говорить неинтересно. Лучше выразить свои мысли в стихах. Так они часто бывают понятнее. «Да, это интересует, потому что мы взаимовели в Отечественной войне. Об этом мы даже не затрагивали эту тему. Тут вдруг такая возможность. И очень прям душевно». «Это прежде всего патриотическое воспитание для нас, молодого поколения. Это действительно очень важно. И побольше бы действительно таких уроков». В 40-й школе очень хорошо развитое патриотическое воспитание. Помимо классных часов, посвященных ветеранам и уроков мужества, здесь проходят различные спортивные соревнования, приуроченные к праздникам. Например, к 23 февраля. И это далеко не все. «Конечно, поздравления ветеранов. Тем, которым сейчас сложно добираться до нас. На дому у каждого класса закреплен свой ветеран. Они обязательно ходят и поздравляют их. Понимаете, это когда говорят, что никто не забудет, что никто не забудет, это лозунг. А когда к тебе приходят дети, с ними общаешься, это совершенно иное. И для детей здесь». Алексей Стефанов уже не первый раз посещает эту школу. За его спиной 82 заведения Рязанской области. Среди них 62 школы города. Выступая перед ребятами, он говорит, что решил заняться написанием книг, чтобы что-то оставить после себя, потому что считает, что каждый человек должен нести свой вклад в этот мир. Он написал уже 8 книг и в ближайшее время планирует продолжить свою деятельность. Рязанские библиотекари научат мигрантов русскому языку. В рамках метапроекта «Библиотека Центр общения» в апреле в библиотеке филиале номер 14 планируется открытие клуба «Библиолингва» для желающих изучать русский язык и русскую культуру. 17 февраля в администрации города Рязани прошла пресс-конференция, посвященная старту метапроекта «Библиотека Центр общения». К участию в проекте приглашаются трудовые мигранты и вынужденные переселенцы. Об этом журналистам рассказала директор Централизованной библиотечной системы города Раиса Губарева. В рамках проекта планируется проведение совместных мероприятий с привлечением преподавателей вузов с целью углубления знаний русского языка и русской культуры для помощи в адаптации в новых условиях и углубления знаний о культурно-исторических языковых традициях Рязанского края и России. Участие в проекте бесплатное. В библиотеке, отвечая на вызов времени, учитывая все изменения экономические, социальные и поздние, библиотеки, как всегда, оказываются, может быть, в центре событий, более внимательными. И, в общем-то, нужно как-то адекватно отвечать на все те требования, которые являют изменения в жизни. Также в рамках проекта городские библиотеки приглашают рязанцев на интеллектуальный и развлекательный досуг. Как рассказала журналистом начальника управления культуры города Евгения Власова, в метапроект вошли пять инициативных проектов Центральной библиотечной системы и несколько муниципальных инициатив. Так, с июня каждый вечер в 18.00 читателей и посетителей всех 14 филиалов библиотек ждет городская гостиная. С марта ежемесячные кинопоказы, тематические презентации, выставки, киновикторины и творческие встречи в рамках проекта «Киноток». С августа в ЦБС начнут проводить регулярные тематические лекции. Этот проект, метапроект, почему именно метапроект, потому что он объединяет в себя несколько проектов, 14 проектов, которые будут стартовать каждый месяц. Некоторые проекты уже опробованы и проводятся с 2014 года, а 9 проектов впервые будут стартовать в этом году. Причем эти проекты проводятся под эгидой муниципальных инициатив. Метапроект направлен на развитие библиотек как культурно-просветительских центров и готов предоставить рязанцам возможность пообщаться друг с другом по интересам, провести время с пользой и таким образом взглянуть на библиотеки под новым углом. Более подробно программу метапроекта библиотека Центра развития организаторы пообещали анонсировать позднее. Следить за началом каждого из проектов можно на сайте ЦБС, а также на сайте Управления культуры администрации города. В преддверии Дня защитника Отечества в стоматологической клинике РязГМУ стартовала акция «Улыбайся чаще». Между тем, это не единственная акция, действующая для пациентов, выбравших базовую стоматологическую клинику медуниверситета, сотрудники которой, кстати, рассказали на пресс-конференции об особенностях работы клиники. За круглым столом присутствовала и Марина Комиссарова. Клиника стоматологии Рязанского медицинского университета единственное учреждение среди аналогичных, где практикующими врачами являются действующие ученые. На базе клиники не просто происходит лечение пациентов, но и ведутся научные работы. Здесь находятся три кафедры. Учебный процесс непосредственно связан с лечебным процессом. И прием ведут пациентов не только врачи, которые работают непосредственно на приеме, но и ведут приемы сотрудники кафедры. То есть ведут доценты, прием консультации, прием пациентов на ортопедической кафедре, хирургической, терапевтической. У нас есть возможность, я бы сказала, даже уникальная возможность. Те студенты, которые проходят обучение на наших кафедральных базах, лучших из них мы приглашаем либо оставаться продолжать научную работу, либо берем работать в клинику, то есть в поликлинику. И они растут, вместе проходят практику на базе нашей поликлиники. Сначала сестринскую, потом становятся интернами. И уже когда они выходят после интернатуры, готовы абсолютно на прием. Особое внимание в клинике РЯСГМУ уделяют профилактическим процедурам. Потому что, как известно, любое заболевание легче предотвратить, чем лечить. Да и стоимость превентивных процедур на порядок ниже. Кроме того, на пресс-конференции рассказали об акциях, которые действуют в базовой стоматологической клинике постоянно. Для наших пациентов мы заботимся о них. Предусмотрена система скидок. Так, медицинские работники и дети из многодетных семей, и члены многодетной семьи могут получить 7% скидку. Члены инвалиды 1-й и 2-й группы, ветераны Великой Отечественной войны, и лица к ним приравненные, сироты и лица, оставшиеся без попечения родителей, герои России и СССР могут получить 15% скидку. Также у нас действует система дисконта с различным номиналом от 5 до 15% при лечении в нашей стоматологической клинике. Сейчас в нашем отделении ортопедическом, в которое входят и ортопеды, и ортодонты, действует такая уникальная возможность пациентам создать красивую улыбку и функциональную за счет того, что есть договора с лабораториями, практически самыми лучшими лабораториями нашего города. То есть не только наши зубные техники обеспечивают красивую, эстетичную, функциональную работу, но и мы можем выйти на другой уровень, обеспечить где-то даже и работу из другого города. К тому же именно в базовой стоматологии медуниверситета вот уже два года возможно получить консультацию относительно самых сложных случаев челюстно-лицевой хирургии. Здесь работает единственный в области специалист, способный разобраться даже в случаях, в которых людям никто не может помочь. В залах художественного музея продолжает работу выставка с красивым названием «Золотая купель». Художница из Грузии Маргарита Будылева давно вошла в творческую жизнь нашего города. В экспозиции можно увидеть живописные произведения, созданные мастером еще на родине. Они отражают своеобразие местной культуры. Герои полотен напоминают ветхозаветных персонажей и многие картины автора. Населяют герои сказок, народных преданий, мифов и легенд. Приобщалась к прекрасному Марина Комиссарова. Выпускница Тбилисской государственной академии художеств Маргарита Будылева мастерски сочетает в своих работах яркость красок и жизнерадостность. В свойственной грузинской школе живописи с необычностью сюжетов, в которых переплетаются и восточные, и сказочные темы. В живописных произведениях Маргарита очень органично связала южное грузинское солнце с нашей, былинной Русью. Получилось искренне и красиво. Художник не боится экспериментов, смело выражает себя и свой внутренний мир. Всегда очень интересно посмотреть на этого неожиданного для Рязани автора, потому что воспитанная на совершенно другой для нас культуре. Это Тбилиси, это Грузия, это во многом для нас искусство Востока. Человек очень богатой книжной культуры, художник-график, приехав в наш город 20 лет назад, она сформировалась вот в том виде, в каком мы видим ее сейчас, в залах музея. Это то, что началось на Рязанской земле. Литмотивом проходит через все творчество художницы, тема птиц и образ ключей. По-особому звучит в работах Маргариты Будылевой кукольная тема. Словно сходя с полотен, они обретают зримый облик в витринах, где представлены работы мастера. Кукольный дом, как замкнутое пространство, которое является моделью более серьезного мира. Кукольный дом, куклы, которые пародируют человеческое поведение, которые нам интересны постольку, поскольку нам интересен мир человека. Куклы Маргариты Будылевой не менее интересны, чем ее живописные полотна. Вниманию зрителей представлены героини и в народных костюмах, и волшебные фантазийные куклы. Куклы живут в коллажах художницы, которые продолжают столь любимую ею сказочную тему. На выставке «Золотая купель» представлено более ста произведений художницы, которые способны перенести любого посетителя в сказочный мир. Это все новости, которыми мы успели с вами поделиться. Программа «День города» прощается со зрителями до завтра. Всего доброго и до новых встреч. Живой комплекс «Вива». Как в городе, только лучше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова